Доброе утро, дорогие друзья! Здравствуйте, жители и гости Карачаева Черкесии! На канале Россия продолжает свою работу программа «Доброе утро». И сегодня вы познакомитесь с участниками танцевальных групп фитнес-клуба «Идеал». Девочки танцуют современные танцы. А еще мы поговорим о том, как помочь нашим братьям меньшим пережить предстоящую зиму. Обо всем этом сразу после прогноза погоды. Не переключайтесь! Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем телевизионное утро пятницы. И я с большим удовольствием предлагаю вам познакомиться с участниками танцевальных групп фитнес-клуба «Идеал». И представлю вам их. Вот рядом со мной сидит София Балдурчиди, София Дорохина, Ирина Курочинова уже была у нас в гостях, а также Амира Байкулова. Сегодня гости нашей студии. Девочки, я вас с большим удовольствием приветствую. Ну а сейчас мне хочется поближе познакомиться с вами и понять все-таки, почему вы занимаетесь танцами. Кто вас привел в эту студию? Я сначала ходила на гимнастику, потом мама узнала про группу «Юнидэнс». Я пошла на пробное занятие, мне понравилось, я начала ходить. А что тебе больше всего понравилось? Музыка, движение или что? Мне понравились движения, мне понравилось, как там танцуют, песни разные понравились. Амира, скажи, пожалуйста, сколько времени, сколько, может быть, уже лет, ты занимаешься современными танцами? Хип-хоп танцами я занимаюсь два с половиной года. Перед этим я еще ходила на национальные танцы. Три с половиной года. В общей сложности, да? А тебе лет всего? Девять. Девять, ну замечательно, уже такой стаж большой танцевальный. Скажи, пожалуйста, вот за эти годы что-то изменилось в твоей жизни? Ты какие-то в себе, может быть, изменения почувствовала? Ты стала более уверенная, ну не знаю, более грациозная? У меня стало больше друзей. Моя сестра Алсу, ей пять лет, она тоже пошла со мной на танцы, потому что подглядывала за мной, как я танцую. Ух ты, как здорово! Значит, ей понравилось? Да. Маму, наверное, уговорила, да? Упросила привезти ее в младшую группу. Здорово! Она с нами танцует. С вами тоже танцует. О, совсем хорошие успехи у малышки. Девочки, ну, конечно, у вас есть одноклассники, у вас есть друзья, и они все знают, да, что вы занимаетесь танцами. Как они относятся к вашим занятиям? Мои одноклассники у меня спрашивали, какие стили танцев есть. Когда я начала перечислять, они были в восторге, ведь они никогда не слышали таких названий танцев. Ух ты, здорово! Я, честно говоря, в это легко поверю, потому что я сама, когда пришла к вам в студию, и услышала всякие названия интересные, для меня, ну, наверное, как для человека уже очень взрослого, все было как в новинку. Поэтому я для вас приготовила несколько вопросов на тему названий, ну и вообще вот этих вот направлений танцевальных. Чем вы сегодня увлекаетесь? Готовы отвечать? Да, готовы. Давайте проверим знания. Итак, почему танцы, которыми вы занимаетесь, называются стрит-стайлы? Потому что эти танцы зародились на улице городов, и с английского языка стрит переводится улица. Вы опять? Уличные танцы. Все правильно, уличные танцы. Где и когда появился стиль dance hall? В 70-х годах на Ямайке, на Ямайке, да. Правильно, окей, подготовленные пришли сегодня, небось зубрили, сидели накануне. Мы танцуем эти танцы, и приходится знать, откуда они родом. Все правильно. Правда ли, что стиль вок изначально был мужским танцем? Да, правда. Это мужская модель. Правда? Ну, как бы мужчины начали пародировать женщин-моделей, ну и перенесли это вот в танец. И оттуда пошел этот стиль. Правильно? Ну, еще один вопрос. Что такое вейвинг? Вейвинг — это такой подстиль. То есть здесь нужно уметь пластично танцевать и двигаться. И как бы аналогия такая, или сравнение с волнами моря. То есть нужно быть такой же пластичной, как волна. И все тело должно быть очень грациозно и пластично. Ну, мы стремимся к этому, конечно. Спасибо большое. Совершенно верно. Я тоже для себя что-то открыла, что-то узнала. А еще больше узнала, когда мы побывали у вас на репетиции. Вот небольшой сюжетик сняли, который я, собственно говоря, сейчас предлагаю нам всем посмотреть. Давайте посмотрим. Такое направление в искусстве, как стритовые танцы, то есть танцы, рожденные на улице, имеет свою продолжительную историю. На этих танцах выросло несколько поколений. И эти танцы сегодня очень популярны среди молодежи. Именно на них делает основной уклон руководитель танцевальной студии фитнес-клуба «Идеал» Ирина Крымшамхалова. Человек, который танцует уже 20 лет и, кажется, танцует все на свете. И уже много лет этому виду искусства учит и детей, и подростков, и даже взрослых. Основной состав коллектива, а это подростки от 12 лет и старше, танцуют в нескольких танцевальных стилях. Очень радует, что сейчас очень много желающих такого возраста танцевать современные танцы. Именно стритовые направления, то есть тот же брейк-данс, тот же хаус, они зародились на улице. Но танец не стоит на месте, он видоизменяется. То есть он настолько семимильными шагами сейчас шагает вперед, что если ты сам не развиваешься, то есть я до сих пор, я 20 лет уже преподаю, я до сих пор посещаю мастер-классы, я покупаю онлайн-уроки, я прохожу видеообучение, потому что очень сейчас на другой уровень выходит вообще в принципе танец. Давайте признаемся, что отношение общества к таким направлениям, как хип-хоп, брейк-данс, нью-стайл, хаус и многим другим неоднозначно. На любителя, скажем прямо. Но в отличие от других танцев, по мнению Ирины, в этом случае развивается все тело, вся группа мышц. Именно это всегда дает возможность танцору импровизировать. Чтобы когда включили любую музыку, ты встал и симпровизировал, а все думают, что это ты заранее подготовил танец. Вот это как бы самый большой плюс. То есть ты импровизируешь, а все это, все движения твои слажены, они как будто одно вытекает из другого. Коллектив, которым руководит Ирина Крымшамхалова, давно себя зарекомендовал среди похожих студий Южного федерального округа и не только. Он неоднократно становился призером и лауреатом фестивалей и конкурсов различного уровня. Год уходящий не стал исключением. Наградная копилка заметно пополнилась. В мае месяце мы ездили в город Ставрополь на международный конкурс, взяли там второе место и первое место, возили вот средний основной состав и старший леди-дэнс. Недавно мы были в Весентуках в ноябре месяце и повезли шесть танцев, выступали четыре группы и взяли шесть призовых мест. У нас было одно третье, три вторых и два первых. Плюс мы взяли приз как лучший в своем жанре за современный танец, стиль и микс. И сертификат на три тысячи рублей, право на участие бесплатно в городе Сочи на таком же международном фестивале. Но мы туда не поехали. Мы все-таки решили сейчас собрать силы, собрать финансовые средства и поехать в Москву. Мы уже подали заявку, в апреле месяце мы едем в Москву на международный конкурс. Восьмилетняя София Карданова окунулась в хореографию в шесть лет. Сначала это было увлечение латиноамериканскими танцами. А позже пришло понимание, что современные танцы – это тоже интересно и не менее красиво. Я захотела что-то новенькое попробовать. То есть у тебя уже есть что сравнить? Что же тебе больше нравится? Думаю, современные. Современные? Может быть, у тебя в современных танцах есть любимое движение? Думаю, есть. Показать можешь? Давай. Ну скажи, пожалуйста, если вот так подвести черту, что тебе дает занятие танцами? Дает удовольствие. И мне очень нравится ходить на танцы, потому что это весело и это очень занимательный урок. Дальше будешь продолжать? Да. Созданный в 2018 году фитнес-клуб «Идеал» со временем расширился. И сегодня здесь основной акцент делается на современные танцы. Об этом рассказала руководитель клуба и главный вдохновитель Эмма Чимова. Ирину очень рекомендовали мне как опытного специалиста, хореографа. И вот мы встретились. И по сей день мы очень плодотворно, успешно с ней работаем. У нас уже 8-9 групп. Начиная от самых маленьких, это от 5 лет. И без ограничений по возрасту до самых старших наших леди. И танцы, казалось бы, просто движение. Но когда начинаешь заниматься, это совершенно другое ощущение. Какое-то ты отключаешься совершенно от повседневных, вообще от мыслей каких-то. Я понимаю, что это все дает возможности. Вот на ваш взгляд, какого рода возможности здесь появляются у детей, у взрослых, у женщин, которые приходят к вам? Возможности. Ну, каждый, наверное, приходит по разной причине заниматься танцами. И я думаю, каждый получает то, зачем он пришел. Для кого-то это отвлечься, для кого-то такое хобби раскрепоститься, чем-то просто удовольствие получить, приятное время проводить. А кто-то, детки наши, даже многие говорят, вот что в будущем я бы хотела стать хореографом, продолжать танцевать. У нас есть дети, которые поступают на хореографов, продолжают заниматься. В старшей танцевальной группе с элегантным названием «Леди Дэнс» занимаются девушки. Без возраста, но с огромным желанием жить интересной творческой жизнью, где есть музыка, есть движение, грация и красота. К примеру, Елене Барышевой, 61, занимается в этой студии 5 лет. И кто бы мог подумать, что современные танцы дают этой даме не только наслаждение. Целеустремленность, собранность, во-первых, грация и вдохновение у меня появляется, например, писать что-то хочется и сочинять. Да, вот именно у меня сейчас больные танцы, я когда-то занималась, мне хочется сочинять больные танцы, там именно композиции. Не просто танцы, а композиции. Я, например, не чувствую своего возраста. Я получаю такую подзарядку, где я в жизни, в семье, я этого не получу. А вот именно в коллективе я получаю подзарядку. И здесь у нас такая дружба, такой сплоченный коллектив, которого нет в жизни вообще больше нигде. За сравнительно небольшой отрезок времени фитнес-клуб «Идеал» с танцевальным профилем стал по-настоящему идеальным. В том плане, что здесь точно знают, чего хотят и что для этого надо делать. Ну а результаты этих желаний – вот они, красивые и яркие, уверенные в себе. Вот за эти годы что изменилось в вашей жизни, в вашей творческой жизни? За полтора года достаточно много поменялось у нас. Мы много нового выучили, нового узнали в различных направлениях танца. Мы не останавливаемся, а наш коллектив немножко расширился. И хочу сказать, что все, кто бы к нам не приходил, девчонки новые, молодые, разновозрастные, они все остаются с нами, очень воодушевляются вот той энергией, которая у нас в коллективе. И честно, после двух месяцев репетиции становятся в танце, заказывают себе костюмы, едут с нами. Заболевают этим словом. Да, то есть мы как бы болеем вот этой идеей, нам все нравится. У нас замечательный хореограф. Каждый раз мы приходим на занятия и думаем, вот интересно, с какой мыслью она сегодня там проснулась, что она нам нового даст. И всегда вот она нас удивляет. Даже начиная с разминок, мы всегда знаем, что что-то нас захватывающе ждет на этом занятии. То есть я ей очень благодарна. Девчонки, я вот вас хочу спросить, какие чувства вы испытываете, выходя на сцену, когда вашу честь, аплодисменты, зрительный зал вам аплодирует, и вот что в этот момент с вами происходит? Сначала волнительно и страшно, но когда выходишь на сцену, слышно много аплодисментов, и на душе становится легче. Тебе на сцене начинает нравиться. Мне тоже постоянно перед выходом было очень-очень страшно, но когда я вышла, я начала чувствовать энергию и танцевать. И мне хотелось все больше и больше. У нас малыши всегда выходят, их очень много, с таким волнением, но когда они выступают, это просто разрыв. Вот настолько они, мы их поддерживаем, мы все вместе, например, выступают леди, нас поддерживают наши юники и бэбики. Когда наши бэбики выступают, мы всем составом кричим им из зала, какие они молодцы, и в общем-то мы гордимся нашим составом, так скажем. Ну это же здорово, это говорит артисты о дружбе и поколении, и вообще внутри коллектива, что вы друг друга поддерживаете и на выступлениях, и на репетициях. Ну и вообще, я так понимаю, в общении, правда? Вам предстоит поездка в апреле в Москву, вы готовитесь? Да, мы усердно готовимся к этому, а потому что конкурс называется «Звезды над Москвой», в общем, таким решением и родители, и наши леди, ну все решили поддержать наших и поехать. И у нас собрался достаточно большой коллектив, ну не знаю, я вот сейчас в предвкушении, то есть у меня сейчас мысли такие, а когда же будет апрель, там к апрелю нужно то, нужно это. Мы малышам новые костюмы, ну ребятам, участникам организма, потому что все-таки это другой уровень, ну не наш отчетный концерт, мы хотели бы там показать свое умение. И я думаю, что столько времени у нас есть, мы как раз таки сможем. Мы готовим с малышами, кстати, у нас совместный номер будет, мы готовим новый танец, именно для Москвы, и я думаю, что мы справимся. Сейчас предлагаю вам немножко отвлечься от танцевальной темы, у кого из вас есть домашние животные? Нет, ни у кого, не любите кошечек, собачек. Была кошечка когда-то, но просто у ребенка аллергия и пришлось, в общем-то. Понятно, понятно. Однако сейчас, ну, наверное, вы все обратили внимание, что очень много бездомных животных на улицах, да? И вот моя коллега, Мадина Лайпанова, недавно побывала в приюте для бездомных животных и сделала оттуда репортаж. Репортаж, который расскажет о том, что мы с вами, обычные люди, обычные жители городов и сел, и аулов, что мы можем сделать для этих вот брошенных кошек, собак, для того, чтобы они хотя бы, ну, более-менее перезимовали эту предстоящую холодную зиму. Давайте посмотрим, хорошо? Сухая подстилка, полная миска корма и укрытие от ветра и снега. Для этих несчастных, обездоленных животных наличие таких условий уже является большой удачей. Только вот обеспечить их абсолютно всем, к сожалению, сейчас не представляется возможным. А все из-за большого наплыва раненых и покалеченных кошек и собак. На данный момент госпиталь «Белый клык» нуждается во всевозможной поддержке. Это могут быть лекарства, корма, строительные материалы или просто ваше внимание и забота к этим животным. Также в ближайших планах устроить общегородской субботник, куда может прийти любой желающий и познакомиться с этими милыми животными поближе. В общем, в любом случае, госпиталь «Белый клык» и его обитатели ждут вас здесь. В планах у руководства госпиталя увеличение количества обустроенных вольеров. Сейчас их всего 9, но в обозримом будущем появится еще 25. Безусловно, это требует немалых затрат. Именно поэтому без помощи общественности тут не обойтись. Собака, живущая в вольере, она постоянно сидит в сухом вольере. У нее насыпаны опилки, у нее засыпана солома в будке. То есть на улице этого, естественно, не будет. Идет дождь, идут снега, все это мокнет, слякоть, грязь. Развиваются разные заболевания, то есть и грибковые, и все на свете. Необходимо провести благоустройство территории, потому что некоторые наши собаки, даже большинство наших собак, находятся просто под открытым небом, сидя в будках. Вольеров не хватает, животные с каждым днем растут, люди обращаются, люди подбрасывают их к нам. И то есть обращаемся ко всем неравнодушным людям. Немало средств требуется и для покупки вакцин для животных. Василий Гуслив, ветеринар одной из клиник Черкеска, уже несколько месяцев сотрудничает с госпиталем на добровольных началах. Вместе с Анаром Башировым он навещает животных и следит за их здоровьем. Как отмечает специалист в преддверии зимы, особенно важно вовремя проводить вакцинацию, что в свою очередь также требует больших затрат. Периодически посещаю госпиталь Билл-Клык один-два раза в неделю, проводим клинический осмотр животных, измеряем температуру, проводим термометрию, люм-исследование, это на Трихайфти, в микроспорию, в простонародье Лешай, и в принципе оцениваем состояние животных. Сейчас в данный момент по животным заключение благоприятное, животные все находятся в упитанном состоянии, так что в принципе к зиме они готовы. В этом году мы с Анаром Агифовичем решили увеличить территорию, полезную используемую территорию приюта госпиталя Билл-Клык для полного расселения и увеличения посадочных мест для животных, потому что обращения ежедневные и в большом количестве. В самое ближайшее время в госпитале планируется проведение масштабного субботника, куда приглашаются все желающие жители и гости Черкеска. Вы можете не только помочь в уборке, но и принести корм, теплое одеяло и даже строительные материалы. Ведь любая ваша помощь будет бесценна для друзей наших меньших. Не стоит забывать, что в госпиталь Билл-Клык можно прийти не только для того, чтобы оказать помощь обездоленным животным, но и для того, чтобы найти себе верного друга на всю жизнь. Вот, например, как вот этого красивого белого котенка по имени Сеня. К сожалению, он остался без обоих глаз, но тем не менее от этого он не стал менее дружелюбным и ласковым котом. Посмотрите, какой он красавец. В общем, если вам нужен друг, приходите в госпиталь Билл-Клык. Ну, вот такие мероприятия предстоят людям, ребятам, волонтерам, которые держат этот приют. Я думаю, что нас сегодня увидели, посмотрели сюжет и кто-то обязательно сделает выводы. Ну, а мне остается с вами попрощаться и пожелать вам всего самого хорошего. Непременно удачи в ваших занятиях. Надеюсь, вы приедете в следующем году уже из Москвы с заслуженными наградами, призами, дипломами. И мы с вами обязательно встретимся и расскажем об этой удивительной поездке. Спасибо вам большое, успехов вам. Спасибо. Ну, дорогие друзья, напомню, что сегодня гостями нашей утренней студии были участники разных возрастных категорий фитнес-клуба «Идеал». Это удивительные девочки, которые занимаются современными танцами. Я же с вами прощаюсь до новых встреч. И по традиции, как всегда, желаю вам провести наступающие выходные так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. До свидания.